А вот другая история США. В Атлантик-Сити вручили премию в области боевых искусств нашему соотечественнику, биография которого достойна сценария голливудского фильма. Сергей Бурлаков после того, как лишился стоп и кистей рук, не тратил время на жалость к себе, а посвятил жизнь спорту. О том, кто верит в себя и идет только вперед, Жанна Галакова. Смотри, тебе так удобно, не сильно затягивает, нет? Нет, нет, хорошо. К смокингу и бабочке он, конечно, не привык. Да и не было их у него никогда. Обычный парень из Таганрога, он собирался стать строителем. И даже подумать не мог, что однажды будет сидеть за одним столом со звездами мировой величины из 30 стран. И ведущий церемонии на весь зал в полторы тысячи человек объявит его имя. Сергей Бурлаков, Россия. Эту награду называют спортивным Оскаром. Международная академия боевых искусств присуждает ее за выдающиеся успехи в продвижении единоборств. Всего номинаций 42. Сергей Бурлаков стал самым-самым в категории «Спиритов спейс» – космический дух. Поздравляю, Сергей! Кубок вручает Кэрри Тагава – сенсей и звезда голливудских боевиков. А вот слева – Дон Уилсон – 11-кратный чемпион мира по кикбоксингу. Люди, знающие, чего стоит оказаться на этом Олимпе. И что награды Сергея – особые пробы. В юности в армии он попал в аварию. Машина упала в обрыв с огромной высоты. Сослуживец счел Сергея мертвым и бросил одного – в жестокий мороз. Он чудом выжил. Сергей нашел в себе силы не пропасть. Он начал плавать, занялся стрельбой, легкой атлетикой. Получил разряд мастера спорта, стал рекордсменом России и мира. Первым на планете пробежал марафон на протезах, обогнав 12 тысяч здоровых бегунов. Американская пресса присудила Бурлакову титул «Человек планеты». Он научился ходить под парусом, летать на мото-дельтаплане, проехал на велосипеде из Москвы в Таганрог и даже замахнулся на ультра-триатлон. Об инвалидности Бурлаков говорит непривычно жестко, но он имеет на это право. Инвалидность для многих, к сожалению, это повод паразитировать среди здоровых людей, скажем так. А сильные люди, наоборот, показывают, что ничего невозможного нет. И начинают свои недостатки перевращать в свои достоинства. И показывают, что да, а я могу и так. Боевыми искусствами Бурлаков занимается года три и уже добился феноменальных успехов. У него золото в чемпионате мира среди пара каратистов и бронза в командных соревнованиях среди здоровых спортсменов. Он просто герой. И он действительно в отличной форме. У него есть силы и дух, и он двигается намного лучше многих, имеющих черный пояс. 100% это его дух. Тело это всего лишь плоти костей, только дух заставляет это все работать. Его пример оказался настолько заразителен, что в Португалии решили создать свою команду пара каратистов. А Арнольд Шварценеггер впервые включил пара каратэ в соревнования, которое проводит сам, и пригласил Бурлакова стать почетным гостем. Наверное, меня на эту землю обратно отпустили, что я в армии там не замерз. Только для того, чтобы сейчас быть полезным. Чтобы люди посмотрели и сделали больше и лучше, чем я. Чтобы они поверили в себя. И вот он с почетной наградой. И рядом, как всегда, супруга. Валерия называет мужа «железный человек». Она и сама похожа из стали. Не мне «Оскара» надо было давать, а ей. Потому что это ее заслуга. 100%. Каждый человек по-своему слову. Я тоже иногда бываю. Благо, у меня есть сильное женское плечо. Самое главное – любить человека. И ты получаешь эту любовь обратно. И ты понимаешь, что ради этого стоит жить. На ближайший чемпионат мира они собираются вместе, как участники. Валерия недавно тоже увлеклась каратэ. У нее пока нет спортивных заслуг и опыт невелик. Но она знает – все возможно, если сделать первый шаг. Жанна Агалакова, Борис Леонов, Первый канал, США.